Вот и все, готов у нас сзади кардан. Обязательно проверяем наши меточки, которые мы собирали. Вот она стрелочка, это перед квадроцикла. Вот она наша меточка. Прошприцевали и эту, и в крестовины по чуть-чуть я совсем добавил. Хотя там смазки было достаточное количество. Но все-таки решил, что вот это пространство в масленке, надо все-таки немножечко, чтобы оно смазки было, а не пустое. Пускай лучше будет чуть лишнее. Лишнее выкинет, чем недостаток. Чтобы туда вода не попала, а еще что-то. Все, устанавливаем, прикручиваем. Так, ну что, установил хомут новый, съездил в магазин, купил. Все, установился у нас кардан. Все четенько, все работает. Дальше что? Открутил пробку, слил масло. Вот там ванночка, пробочка, ключ на 17. Дальше обдуваем место, где стоит у нас масляный фильтр. Вот или отсюда, или отсюда. Все тут выдал, как мог тут. Потому что тут очень много листиков песка. Дальше съемником я сейчас сорвал фильтр. И откручиваем его, будем менять. Выкрутили фильтр. Вытираем аккуратненько все вот эти кромочки, чтобы все было чистенькое под новый фильтр. Перемещаемся на стол. Вот у нас старый фильтр. Новый фильтр фильмы Bosch P2058. Покупал владелец. Открыли канистру. У канистра будет у нас что? Матюль 1040, минералка, МА2, СЛ. Так. С чистым маслом смазываем хорошо резиночку. Видно, да, она блестит. И идем закручивать фильтр. Вот эта резиночка имеет свойство выпадать. Поэтому, когда закручиваем, надо прям аккуратненько. Залили масло. Я делаю прям до верха. Потому что еще пустой у нас масляный фильтр. И система вся пустая. Потому что все масло стекло. Поэтому потом чуть-чуть уровень упадет. Так, дальше что делаем? Пока есть везде доступ. У меня есть вот такая смазка. Всем рекомендую. Вюрт HHS2000. Офигенная вещь. В общем, мы сейчас ей мажем все вот эти вот места. Брызгаем вот в это место. Под резинку. В это место под резинку. Брызгаем. Тросики везде, где можем залезть. Смысл вот этой смазки заключается в чем? В том, что она жидкая, как ВД-шка. Но, когда вы набрызгали, вот оно видно, масло. Проходит сколько-то времени, и жидкая смазка превращается в густую. То есть, какая-то летучая фракция улетучивается, и она загустевает. Становится что-то наподобие там, ну, не литов, конечно, но вот такая смазка тягущая, такая прям очень смазывающие свойства хорошие. Но при этом сразу, когда она жидкая из баллона, она проникает очень глубоко. Как ВД-шка. Но ВД-шкой, как мы знаем, мазать абсолютно ничего нельзя. Поэтому сейчас смажем вот тросики газа тут, вот эти вот все. Вот тут тормозные все тросики, все, что можем подлезть. Также ей можно пшикать и клеммы вот туда-сюда, потому что все равно окисляться будет меньше после нее. Все, погнали. Прикрутил глушитель. Конечно, по-дебильному сделано, потому что она глушитель снимает. Так неудобно одному. Жесть, конечно. Вот эти тоже все в натяг получаются. Вот так гофра в натяг. То есть там одеваешь, а потом вот тут таки прорези сделаны. Надо прямо его натягивать. И наверх. То есть вот это все в натяг сделано. Оно вроде как жестко, но вот эта гофра получается в натяг. Дальше что? Дальше переходим к колхозу с проводкой. Сделал массу, поменял провод от двигателя. Вот поставил массу, этот поменял. Тут пришлось провода немножечко по-другому переложить все. Ну, в общем-то, получилось, на мой взгляд, очень даже хорошо. По аккумулятору тут, конечно, беда. Клемма такая, ну, отвалилась, которая самодельная, на болтике прикрутили. Сколько это постоит, не знаю. Очень неудобно сделан вот этот отсек для аккумулятора. Очень большие клеммы, вот эти самые, которые на проводах, что на массу, что на минус, они прямо вот такой вот длины. И получается, когда аккумулятор ставишь, они в стенки эти упираются. И выламывают либо клеммы, либо провод. Место очень ограничено. Хозяин привез другой аккумулятор. Он чуть больше по размеру, он не встает. То есть, вот даже тот аккумулятор, он тык-притык. По ширине вообще, вот, все, он не шевелится даже. Вот туда-сюда еще шатается, а по ширине, по длине вернее, вообще нифига. Пришлось вот эту клемму переделать вертикально, потому что клеммы вообще изначально обе уходили вот туда вниз. Вот там такие отверстия есть. И получается, они когда выходят, вот так сгибаются. А клемма очень длинная и получает очень большой ломающий эффект. Почему, наверное, вот эту клемму и отломала? Потому что все эти провода все равно выходят вот здесь. И здесь все вот эти провода, они все равно подвижные. То есть, квадрик трясется, где-то, может, водой там их шевелит. И вот эти клеммы все все равно подвижные. Теперь сделал массу назад. У нас установлена масса там. И минус напрямую сделал вниз. То есть, сколько-то все походит. Все, вот тут мы закручиваем крепеж. Сейчас все это соберем и будем запускаться. Вот так выглядит оконечный результат. Клеммы открыты. Вот эта штука их закрывала. Но вот эта штука встает сюда очень плохо. Пережимает провода. Вот видно, что они все пережаты, жгуты все эти. Я еще сюда сделал массу. Масса сюда вообще никак не влезает, чтобы это все закрыть. Поэтому у нас теперь вот так вот все это поверх будет идти. И так хотя бы можно клеммы проконтролировать. Что с ними, как с ними зарядить. Вот эту штуку мы уберем вообще отсюда. У хозяина была сделана тут такая закидушка, которая накрывала. Но смысла от нее никакого нет. Потому что вот там дыры насквозь просто. То есть, от того, что он сверху тут накрывал, мне кажется, только хуже. Так хотя бы сюда вода попала и утекла. Там отверстие есть. Тут отверстие есть. И доступ визуальный хотя бы какой-то. Ну, это все на вкус и цвет, как говорится. Ладно, мы сейчас будем пробовать запускаться. Так, мы запустились. Очень низкие обороты. 1340. Надо 1500-1600. Вот этим болтыком они подкручиваются. Поднял. Холостые. 1550-1500-1600. Вот такие холостые должны быть. Так, тут ослаблял. Был очень большой ход курка газа. Можно еще ослабить. Теперь у курка газа 5 мм должен быть свободный ход. А был там 2 см. Так, ну и нам надо проконтролировать шланги. Непонятно, приборка. Он температуру не показывает, что ли? Только бензин. Ну ладно, в общем-то у нас уже вентилятор сработал. Один раз, сейчас сработает второй раз. И глушим. Так, вроде все нормально. Шланги оба горячие. Все, вот у нас еще раз вентилятор сработал. Можно глушить, в принципе. Лебедка работает. Ну все, глушим, едем на обед. А потом приезжаем уже и собираем до конца. Так, после запуска выяснился косяк, что после выключения массы у нас масса не размыкается. Табло горит, все продолжает работать. Пришлось тут разобрать все обратно. И выяснился косяк. То есть, я провода вот эти вот маленькие с той стороны подключил. Но она стояла, только кнопка наоборот. В общем, вот эта масса не размыкалась. Вот эта и вот эта. Основная масса на двигателе размыкалась, а остальное нет. Сейчас вот все перевернул и у нас все заработало. То есть, сейчас мы включаем зажигание. Табло загорелось, да? Массу сейчас выключим. В какую сторону-то? Опс, все, массу выключили. Все погасло. Вот этого я и добивался. Чтобы отключалось полностью все. И лебедка, и фары, и зажигание. То есть, все, выключили массу, все потухло. Вот так оно и должно быть. А не как было сделано, что стояла вот такая масса, убогенькая. И она стояла только на лебедку. Смысл исключать лебедку, если все остальное все равно под напряжением. Техника внедорожная. Может где-то попасть вода, где-то еще что-то. И не дай бог что-то загорится. Поэтому будет вот так вот сейчас у нас сделано. Сейчас это все обратно закрепим. И все. Все, квадрик остыл. Я долил уже охлаждайки. Канистра вот стоит до полного. Прям там чуть-чуть не хватало. Смотрим масло. Что у нас с маслом? Масло вот так. По максимуму, так сказать. Ну, в общем-то, все. Можно собирать пластик. Все готово. Все, точилка наша готова. Пластик собран. Пришлось докупить клипсы кое-какие. Резиночки. Болточки. Ну, в целом, машина достойная. Будет еще ездить. Много очень крови у меня выпили. Вот эти вот резьбовые заклепки, которые на защите стоят. Которыми болтыками там защита прикручивается. Начинаешь закручивать. И начинает эта клепка проворачиваться. И ничего ей не сделать. Хорошо, если где-то можно подлезть ее, подержать пассатижами или там клещами какими-то. А так очень хреново все это сделано. Вот. Зато вот это сделано хорошо. На болтыке с той стороны, с этой стороны. И разбирается все просто. И болтыки нормальные. Поэтому все. Сейчас ждем хозяина. Позвонили. Он поехал за прицепом. И сейчас будет забирать. Все. Всем удачи. Пока. Продолжение следует.